Если вы будете думать, помнить о Боге и молиться, то он перестанет быть алкоголиком. Я даже не занимаюсь ладжи-логой, немножко меня как-то. Нет, я вам говорю, как надо делать. Надо слушать те, кто молится, и как они настраиваются, и помня о Боге молиться. Я говорю не про медитацию, понимаете? Можно медитировать и ничего не изменить. Надо именно настраиваться на память о Боге. Если вы свою память от мысли о муже, который пьет, не отвлекаете, и при этом занимаетесь йогой, то вы ничего не измените. Но если вы свою память отвлекли, и помните о тех, кто молится, или помните о Боге, то в этот момент вы меняете жизнь вашего мужа. Во всем есть знания. Можете раджа-йогой сделать себе здоровье. Вот вы укрепляете свое здоровье таким образом. Но можно поменять жизнь своего мужа. Для этого надо знать, как это делать. Если вы не знаете, вы не сможете поменять. Я вам говорю, как это сделать. Надо, допустим, вы молитесь, допустим, Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже, допустим, так молитесь. Вам надо молиться не думая о себе, а слушая тех, кто молится, или помни о Боге. В основном люди не могут помнить о Боге. Для того, чтобы о нем помнить, надо его почувствовать, а он не откликается каждому. Для того, чтобы он откликнулся, ваше сердце должно быть абсолютно чисто. Поэтому в наше время больше всего работает совместная молитва. Когда ты молишься и слушаешь не себя, а тех, кто молится, на их волне находишься, тогда твоя память, естественно, включается в молитву. А не в мысли о себе. И ты и побеждать судьбу начинаешь. Называется отраженная молитва. Но она очень сильно действует для тех, кто начинает свой духовный путь. И так человек постепенно, но начинает постепенно все глубже и глубже начинает чувствовать Бога в своей жизни уже. Через тех, кто молится рядом с ним.